Всем доброго здоровичка! Лично я считаю, что большая часть того, что продается сейчас в супермаркетах и в магазинах, назвать продуктами питания нельзя, потому что там такое количество различных добавок и химических веществ, что это даже вредно есть. Ну, например, соусы томатные и кетчупы. Но если вы не можете есть без соуса и без кетчупов, если вам кусок, как говорится, не идет в рот, тогда потратьте время и приготовьте самостоятельно соус из помидоров, рецептом которого я хочу с вами поделиться. Вот этот соус готовит моя супруга. Здесь ничего нет, кроме природных ингредиентов. Здесь даже нет уксуса. Что здесь в кастрюле находится? Здесь 4 килограмм помидоров, яблок 1 килограмм, лука полкило. Все это перемолото на мясорубку. Я уже это не снимал, потому что что снимать, когда перемалывается на мясорубку? Здесь как бы премудрости особо нет. Перемолото на мясорубку, вылито в кастрюлю, перемешано. И сейчас я включу огонь и вся эта смесь будет вариться 1 час. Время от времени соус нужно помешивать. Прошел час и теперь мне нужно добавить 3 столовых ложки соли и 3 столовых ложки сахара. Следом за солью нужно добавить 20 горошинок перца, можно душистый, можно обычный черный, кто что любит. 8 лавровых листов, 5 гвоздик цельных, 1 чайную ложку красного перца паприки молотого и пол чайной ложки молотой корицы. И после этого на маленьком огне соус еще варить 3 часа. 3 часа кипения соуса позади, у него сейчас вот такая вот густота, такая вот консистенция. Соус готов, выключая огонь. Очень важный момент, количество сахара и соли это довольно индивидуально и в каждом отдельном случае нужно пробовать на вкус соус. Потому что томаты могут быть слаще, кислее, то же самое можно сказать о яблоках. Поэтому пробуйте соус на вкус и добавляйте или не добавляйте соль, сахар. Это уже нужно пробовать. Лично я добавил еще сюда 3 ложки сахара и там буквально 2 щепотки соли. Теперь касательно банок, в которые я буду разливать соус. По тому количеству ингредиентов, которые я использовал в этом соусе в данном рецепте, у меня в итоге должно быть в конечном результате получится где-то 3 литра соуса. Поэтому я подготовил 6 полулитровых баночек. У меня баночки twist-off, то есть крышки на них просто закручиваются. В каждую баночку я налил сейчас где-то по половине кипятка и закрыл крышкой. В результате воздействия высоких температур и пара банка сама по себе стерилизуется. Также стерилизуется крышка. Вот в таком состоянии банки пробудут где-то минут 10-15. После этого я их открою, кипяток вылью и переверну банки на полотенце, чтобы лишняя влага сцепла. Такое тоже бывает. После того, как влага стечет, я буду разливать соус по этим банкам. Итак, снимаем на второй день. За ночь соус остыл. Там образовался такой, скажем так, микровакуум. То есть, когда я буду открывать вот эту баночку, получится вот этот звук вшик. То есть, будет запускаться воздух. Теперь хочу несколько комментариев по поводу соуса, по ингредиентам. Первое. Я сказал, что нужно добавить кислые яблоки. Это для тех, кто любит соус больше в сторону кислинки. Если вы больше любите соус, который больше сладковатый, тогда берите кисло-сладкие яблоки. Можно попробовать в качестве эксперимента добавить яблоки сладкие. Что из этого получится, не знаю. Никогда не делал. Если сделаете, напишите в комментариях, что в конечном результате получилось. Идем дальше. Если вы хотите получить соус, он сейчас вот такой. Есть там небольшие крупные фракции, семена. И он такой, как бы, не похож на соус, который продается в магазине. Но можно добиться и такого же. Что нужно сделать? Когда вы сварили соус, нужно его протереть сквозь сито. То есть, с сито выливаете соус. Ложкой там его протираете. Крупная фракция остается в сите. Это сито такое металлическое, специальное. Крупная фракция остается в сите. Мелкая проходит сквозь него. И вы получаете такой однородный, красивый соус. Но это для тех, кто хочет заморочиться. Я этим не занимался. Мне, как бы, неинтересно. Семья моя любит ли так. Я, хотя, тоже не очень в восторге даже от таких соусов. Я больше сырые помидоры люблю. И все другие составляющие данного продукта. Идем дальше. После того, как банка остыла с соусом, ее нужно положить в холодное место. Лучше всего, в моем случае, это холодильник. Потому что в погребе у меня тепло. Там порядка 12 градусов плюс. Это для такого соуса много. Поэтому сейчас эти банки отправляются в холодильник. В принципе, по соусу все. Добавить мне больше нечего. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова